Врата шестых Врата смирения, посередине раздела седьмого. Речь идет в нем о том, как мы прошли длинный путь понимания, сознания, разбора, анализа, приобретения, качества смирения. Сегодня обращает наше внимание Рабейну Бахи на пять признаков, по которым распознается в человеке качество смирения. Мы можем на основе анализа этих признаков понять, действительно это качество находится в каждом из нас, заодно это наглядно видно, как это находится у других людей. Мы находимся посередине третьего признака. Напомним его. Это очень насущная тема. Что происходит, когда нас хвалят, когда нас не хвалят, когда нас хвалят, не имея на то основания, когда есть основания, и все, что связано с тем, что нас порицают, критикуют, реакция соответствующая какая у нас на это. Оказывается, что именно в этих интеракциях, в этих отношениях между людьми, то ли когда мы получаем похвалу, оправданную, неоправданную, или критику, оправданную, неоправданную, во многом проявляется это качество смирения. Как? Каким образом? Как раз наша тема. Напомню, снова он говорит, если человек, обладающий качеством смирения, получает известность среди людей с хорошей или плохой стороны, то в случае, когда его хвалят за какое-то доброе дело, похвала должна показаться ему неуместной и излишней. Если он человек действительно смиренный и скромный, то похвала людей, ну, помните, мы говорили, это как будто, знаете, как сказать, я знаю, там, 13-летнему мальчику, смотри, ты уже умеешь писать. Или, там, нашему брату, который находится уже, знаю, там, 20 лет в Израиле, у, ты уже научился говорить на еврите. Это явно, что это не, что это за похвала. Вот так и должен человек видеть себя, что эта похвала, она неуместна, излишняя. И наоборот, тем более относиться сказанное к восхвалениям ложным. То есть тогда, когда человека восхваляют, ну, в принципе, человек знает, что он этот поступок не сделал, то ли оценивает более чем надо этот поступок. Как надо отреагировать, говорили в прошлый раз, точно так же. Отвергнусь это, говоря хвалящему, довольна, брат мой, ведь я не исполняю того, что обязан делать для Творца, не навлекай же на меня разом и наказание за неисполнение моих обязанностей. И наказание за похвал, за добрые дела, которые я не делал. То есть тот факт, что ты хвалишь меня за то, что я не сделал, может быть, я не знаю, по какой причине ты это делаешь, но мне явно это вред приносит. Потому что это пробуждает, как бы, меру правосудия сверху, действительно, а почему ты это не сделал? Так реагирует человек, смирен. Ну, и вы остановились в этом месте. Теперь другая комбинация. Если же от человека, обладающего качеством смирения, то он должен признаться совершенным и не выискивать причину для оправдания себя. Ну, это самая типичная ситуация, когда к нам кто-то приходит с претензией, с критикой, то ли явной, то ли подспудной, то ли... Когда мы чувствуем неодобрение человека. И вот пошла молва, из-за чего-то плохого сделано им действительно... Какая наша реакция? Действительно сделано? Да, он сделал это, да. То есть, речь идет о том, что действительно произошло. И человеку крайне, 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 что сделать? Признаться в том, что он ошибся. Ну, где вы видели людей, которые признаются своим ошибкам? Ну, скажем так, среди политиков мы это не находим. Это точно. В крайней мере, опыт, я знаю, последних десятилетий показывает. Где-то они должны быть, да, где-то должно существовать. Сейчас мы увидим, где они существуют, откуда мы это учим. Может быть, продолжим дальше. То, что говорит и раскрывает это Рабейну Бахе. Он обращает к нам в самом центральный момент, где, как много раз об этом говорили, проявляется в определенной степени еврейская сущность. То есть, а сущность у нас всегда проявляется в имени. Имя наше это Жиды. Жид на иврите это Яуда, Яудим. А почему мы называем Яудим? От племени Яуда. То есть, глава племени кто был, это был один из двенадцати колен, это был сын Якова по имени Яуда. Чему достоился так, что вот от него прошло в конечном до наших дней не только величие царствования, но и даже имя запечатлелось на нас. В одном событии, которое Тура описывает. Классическая ситуация, в которой Яуда, он тогда был на очень высоком уровне почтения всего общества вокруг, сделал некое деяние, которое описывается там, и в котором он даже не думал, что за этим кроется. Ну, все знают о том, что произошло между ним и его невесткой по имени Тамар. Тамара, она была в положении, послали спросить у его отца мужа, усопшего, что делать с ней. Он сказал, что нужно, приговорена к смерти по тем законам, которые были тогда. И тогда она послала ему признаки, от кого она в положении, и оказалось, что это от самого Яуда. Ну, если более стыд и позор, более сложная ситуация, в которой сложно признавать свою ошибку. Знаете, когда застали человека в самый такой, как-то знать, неприглядный момент. Неудобный. Явно, явно, что если есть какой-то позор, если есть прототип, вот опозориться при всех, да. Ну, вот, по-видимому, тяжелее найти ситуацию, которая есть. И что оказалось, так как это была правда, то что Иуда сказал? Цадкам имени. Да, знаменитая фраза, верно. Она, цадкам имени, она более-более... Она справедливо утверждает, так оно и есть. Человек, действительно, от которого она ждет ребенка, это я. Представляете, надо было признать при всех и отменить эту приговору, и все, что было связано. Это событие тут, в этом мире, казалось бы, еще что-либо. Ну, бывает, всякое есть, но в небесах, там, где устанавливаются законы, а с ними и испытания этим законом. Когда человек проходит это испытание, и там точно знает измерить величие этого испытания, да. Оно произвело там колоссальный, по-видимому, взрыв, впечатление очень большое, до такой степени, что это, видите, повлияло до наших дней. Мы все называемся этим именем, а так как мы называемся именем Иуда, людьми, способными признать вину, то от нас ждут, от нас ждут, от нас ждут, как часть нашего еврейского существования, нашей сущности, что мы будем людьми, которые признают правду, даже когда нам неудобно. Все, что приходит к нам в претензии, несравнимо с тем, что прошел Иуда. Я надеюсь, все это понимают. То есть, по стыдной ситуации, в которую попал наш, как бы, про отец Иуда, ничего не сравнимо, за что бы нас бы не застукали. И надо быть человеком, видите, имеющим качество смирения, который способен это признать. Способен это признать. Тут этот основной экзамен. Мы что-то не то сделали. У нас все время есть какие-то, знаете, ситуации конфликтные, которые мы сами создаем. А потом их надо самим решать. Тут мы проспали, тут не было у нас настроения. Мы туда опоздали. Значит, опоздали, значит, нужно уже тебя оправдывать. И нужно как-то по-другому все это разруливать, что-то доказывать, куда-то без очереди что-то. А жена сказала, почему ты не успела себе сказать? Нет, ты мне да сказала. Начинаем отвергать, что это произошло вообще. А на самом деле это не так. Начинаем обманывать. Все для того, чтобы оправдать себя. Все для того, чтобы не дать, не дай Бог, своего достоинства опуститься. Явно, что это качество какое? Это качество высокомерия, гордости, в которой сидит человек. Явно качество смирения там не находится. Почему нам все время хочется оправдать себя? Почему? Мы находим этот грех еще у первого человека. Помните, когда пришло некое порицание в его сторону? Ну, так сказать, это не я, так сказать, это моя жена. Первая реакция – это не я. Понимаете, это не я. Жена же первая реакция – это не я. Это перворядная часть перерывного греха. Часть, часть, можно назвать, так сказать, общей картины, которая там была. Это не я. Это не я сделал, так сказать. Это мы. Это в детстве, помните, разбилось что-то. Дети в первую очередь кричат. Это не я, он своими руками, но в воображении. Это не он почему-то не хочет получить наказание за это. Значит, это не я сделал. Получается, вырастаем. Нас запутались, сделали ошибку какую-то на работе. Или в отношениях с женой, с мужем, с детьми, с родителями. Мы не способны признать своих ошибок. Не о том, что мы сделали вещь недостойную. Сказали не так, не сказали. Мы видим, что из-за этого все вокруг раненые ходят. Знаете, сколько надо сил потратить теперь, чтобы себя оправдать? Чтобы выговорить себя. Снова сказать, аааа, на самом деле, может быть, другая сторона замолчала. Но от этого, от того, что себя оправдал в своих глазах, от этого в других глазах, более достойным не стал. Это очень постыдная ситуация, когда человек себя оправдывает. Который человек все время пытается отбить любое, любое. Надо знать, по большому счету, что любая критика, любая критика, слышите, любая критика, даже под которой нету в конечном итоге даже базы. Которая нету фактов, фактической базы. Она несет какую-то долю правды, которая обязывает нас первым делом отреагировать. Вот как реагировали наши праотцы на любую претензию, ввинение. Виноват. А первая реакция, это как мы учим этого еще от царя Давида, сейчас мы дойдем до этого. Виноват. Это первая реакция. После того, как я сказал, виноват, признаю вину. Теперь после этого уже можно думать, да, виноват, не виноват, может быть. Потому что наша первая реакция, она не виноват. Это не я. Я хороший. Да, принимайте такое, какое я есть. Нужна необходимая реакция человека смиренного, да, то есть, который достиг степени смирения, это его, так сказать, инстинктивная реакция. Я виноват. Да, конечно. Ой, что я наделал? Была ситуация, в которой одного большого раввина обвинили, пришел человек, то есть, в присутствии других людей. Начал его обвинять в самых разных вещах и даже в личных вещах. Он молчал, ничего не отвечал. Теперь все, кто вокруг него после этого события были очень взволнованы, спросили Робейну, почему вы ему не ответили? А что мне было ему отвечать? Он сказал, был виноват. Он говорит, он же прав. Все, а не имели. А не имели. Понимаете? Он же прав. Естественно, что все вокруг считали, что они правы. Они же знали его поведение, знают его близко, находятся в нем. Но в понимании самого раввина, даже если приходит человек, даже если есть место какой-то критики, даже если она совершенно излишняя, значит, есть какой-то кетрук башамая. Значит, есть что-то. Значит, естественно, что он прав. Первая реакция – это была реакция царя Давида, который точно так же заслужил, заслужил Малуха, это царствование, которое пришло к нему от его прапрапрапрапраправа отца Иуда. Когда пришел пророк Натан и пришел к нему к претензии, он не оправдывался. Его первая реакция, первая, которая была, не была, как у царя Шауля, а у него первая реакция была виноват. Я согрешил перед Богом. А только после этого уже началась разборка. Как было здорово, если мы, особенно, начать хотя бы в отношениях с женой, с самой близкой человеком, что она в претензии, наша реакция мужская должна быть в первую очередь хататы, пашаты, ты права – это первые слова, которые должны быть. Ты права. А после этого будем уже разбираться, права, не права – это уже второй вопрос. Что это нам даст? Это просто, и технически это позволяет нам вообще вот тот самый прав-неправ хотя бы взвесить с двух сторон. А если у нас моментальная реакция, ты сама такая, да, у нас, помните, это все эти образы, которые были обвинением в глупости, тут же пробуждает точно такую же, да, то есть есть всякие разные. О, видите, так прямо, прямо так и сказали, так он, сам ты такой, да. Это типично мы знаем. А вместо этого, и что это нам дает? Это закрывает любую возможность понимания ситуации, посмотреть, правда, неправда, полностью отвергает это. А если человек автоматически, не думая, инстинктивно говорит, ты прав, виноват, признаю. О, а с этого момента у него просто открывается голова, открывается у него просто возможность, что-то прочищается в его сознании и позволяет взвесить эту ситуацию с двух сторон. Но, видите, и вообще, почему же мы так стыдно, что сделали счет неправильно, почему мы должны приписывать себе уровень чуть ли не малахи, ангелов, как будто человек не может ошибиться? Друзья мои, мы такие люди, неужели мы безгрешны, никогда не ошибаемся? Если спросить просто чего, скажите, вы никогда не ошибаетесь, вы безгрешны? Не, конечно, да. А теперь вспомните один момент, когда-то вы в этом признались, а? Тишина. Увидите, что потом тишина, муж, муж, признаете. Очень тяжело признаваться. Природа гордости, природа этого высокомерия, это полностью отвергать любое обвинение по отношению к себе. А природа смирения, наоборот, признаваться. И это экзамен. Это тот основной экзамен. И учим это от Иуда, учим от царя Давида. И, как говорит, только продолжим, что говорит Арбейну Бахе. И именно так поступал Иуда об истории Стамар, когда сказал, она права против меня. То есть, она права. Он не должен стараться опозорить, рассказывающую о нем, и опровергать сказанное им. Слушайте, не должен стараться опозорить. То есть, если, получается так, жена пришла претензии на мужа. Классическая ситуация. А он пытается опровергнуть. Получается, что она обманщица. Так люди говорят, что я обманщик? Люди оскорбляются от этого. Ну, какой следующий шаг? Если она еще больше, сейчас чувствует себя оскорбленной, так она вернет еще больше огня. То есть, ссора из-за этого еще больше разгорится. Ну, что же вы делаете? Что человек делает? То есть, поэтому он не должен стараться опозорить, рассказывающий о нем, и опровергать сказанное им. Не должен обвинять его за то, что он обнародовал делу. Даже, смотрите, ситуацию, в которой речь идет о человеке, который обнародовал это. То есть, распустил слух об этом, тебя все знают. А он должен сказать ему, брат мой, сколь мало та доля злых дел моих, которые ты увидел. Что ты увидел? Ты увидел, да, верно, я сделал что-то плохое. Но ты уже видел только чуть-чуть. А если бы ты знал, та доля, которая тебе неведома, та, которую творец продолжает скрывать от глаз людский. На самом деле, я гораздо больше грешник, чем ты думаешь. Ты раскрыл всем только одну мою проблему. Если бы открылось тебе все зло моих грехов и преступлений, ты бы бежал от меня, и пришел бы в страх от наказания, которое даст за них творец. Как сказал Мишурет, Татковы грехи мои, что если бы прознали о них мои соседи, бежали бы и удалились от моих пределов. Так должен реагировать человек во истинную смиренную. Это уже вершина, которая, так сказать, тут же выставить на показ дополнительные свои грехи, это уже требует гораздо больше, чем типичная смиренность и желание принять истину, какова она есть. Но это еще одна из составляющих. То есть, мы с вами тут разбираем, когда людей хвалят. Хвалят иногда, как мы сказали, оправданно, иногда не оправданно. Критикуют, иногда оправданно, а иногда не оправданно. Вот давайте посмотрим, а что произойдет, когда начинают критиковать, и действительно нету повода для этой критики. Она неверна, без оснований. Если же о человеке говорят ложь, какая должна быть реакция? Если о нас, ну, когда говорят правду, ой, как тяжело признать. Когда говорят ложь, человек просто немеет от гнева, и отсюда и дальше. Можно только представить, что какая реакция последует. А как должно быть у человека смиренного? Если же о человеке говорят ложь, он должен сказать тому, кто его распространяет, брат мой. Не следует удивляться тому, что Создатель уберег меня и не дал мне совершить того поступка, который ты приписываешь мне после всех тех великих благ, которыми он отделил меня. Удивительно только, как он сохраняет в тайне гораздо более тяжелые мои грехи, чем те, о которых ты рассказываешь. Прекрати это делать, брат мой. Представляете, каждый раз это брат мой. Нам в наше время уже, мы не совсем привыкли обращаться. По крайней мере, это точно не наша культура. Я не знаю, начнем говорить брат мой, я не знаю, что подумают. Ну, это тон, с которым надо говорить с людьми, которые не только приходят к нам с претензией, обвиняют, критикуют по делу, а те, которые просто лгут, которые придумывают на нас. И даже с такими людьми, видите, с таким тоном надо разговаривать, как со своим братом. Так что же надо ему сказать? Прекрати это делать, брат мой, и пощади свои заслуги, чтобы тебе не потерять их. Так что даже не почувствуешь этого. О, тут что-то сказано. Сейчас мы увидим. Это огромный хидуш, это новшество, которое приводит Рабейну Бахе. И после него его цитируют в многих-многих книгах. Стало частью, как бы, принятой в еврейской жизни. Поймем это сейчас глубже. Рассказывают об одном благочестивом человеке, о котором распустили ложную молву. Когда он узнал об этом, послал клеветнику корзину лучших плодов своей земли и написал ему так. Мне стало известно, мне стало известно, что ты послал мне в подарок часть своих заслуг. Ну, прими же от меня взамен эти плоды. Что это такое? Ну, как-то уже упоминали об этом. Так вот, хидуш этот, вот он тут написано. Это, 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 это вот он источник тут. Вот продолжим только читать, и мы поймем это из самого текста. Один из благочестивых людей сказал так. Есть множество людей, которые, когда им в день суда покажут книгу тех заслуг, обнаружил в ней много не своих заслуг. Ху-ху. И они скажут, это не наши заслуги, это не я сделал. Я вообще там не был. В этом не участвовал. Таких людей не знаю. Им объясняют. Они принадлежали человеку, который дурно говорил о вас. Кто-то засловил о вас. И что оказалось? Его заслуги перешли в удел этого человека, которого он осудил. На которого он оклеветал. И точно так же те, которые дурно говорят о других, обнаружат, что у них пропала часть их заслуг. Им объясняют. Эти заслуги пропали у вас в то время, когда вы плохо говорили о каком-то человеке. Подобным же образом некоторые люди найдут в книге своих грехов такие, которых они не совершали. Они скажут, секундочку, я это не делал. Почему мне это приписываете? И когда они скажут об этом, им объясняют. Грехи эти были записаны на ваш счет из-за такого-то человека и такого-то, о котором вы дурно говорили. Как сказано из-за России, семикратно соседям нашим в лоно их поношения, которым поносили они тебя, Всевышний. Тут надо чуть-чуть разобраться. Это очень непростая тема. Почему вообще нужно так отвечать этому клеветнику? Вопрос, нужно ли вообще отвечать человеку, который клевешит на нас? Тут есть очень-очень важная тема. Говорили они, не говорили, не помню, по-моему, уже да, говорили. Открывается. Есть ицват тухаха. Ицват тухаха по-русски это увещевание, это повеление увещевания. Что оно значит? Как правило, люди понимают, охех, тухеха, митеха, о том, что если он выполняет какое-то нарушение, если он делает какое-то нарушение, ну, надо, естественно, указать ему на это. Ну, 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 это не батарея, так не полагается. Рамбам приводит это даже как часть Аллахи. И объясняет это, как и Рамбам объясняет это, а митсва, ухех, тухеха, о том, что она есть в ней продолжение. почему нужно это делать почему нужно и увещевать критика или негодника катали клеветника почему там из продолжения сказано вылет тисна и и не иначе ты останешься с ненавистью к брату своему в сердце свое слышите это тут 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 многие даже никогда многие даже не слышали подобную вещь нас кто-то обидел хобби да внутри понимаешь зуб зата я как по-еврейски нужно себя вести оказывается что нельзя держать это в душе надо подойти к этому человеку и спросить во первых извиниться сказать я слышал такое то такое что вот так говорят что ты сказал обо мне или вот вот несколько дней назад и сказал так то и так то скажи пожалуйста что ты имел ввиду про такую митсу это называется митсуал хех тухих митсуал увещевание что ты имел ввиду что ты имеешь против меня что ты хочешь скажи объясни в чем твое намерение иначе что может произойти иначе если он эту обиду будет держать своем сердце чем он будет там находиться и крутиться у него вертеться и вариться такое какая сила под названием ненависть а у нас она запрещена для того чтобы это не накопилось в сердце человеке он обязан до того как еще как это начнет все это на накапливается разрядить прийти к самому человеку набраться силу прямо перед и спросить его скажи что у тебя есть скажи что 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 не то объясни мне так вот большинстве случаев окажется что на самом деле никакого злого умысла и умерения не было слышал историю был один парень очень достойно хорошего и предложили еще дух с одной девушкой тоже очень очень достойно очень хороший казалось бы всякий дух прекрасный все очень хорошо они встретились после этой встречи и звонит эта девушка раввину и говорит знаете я хочу с вами встретиться встретиться как прошла встречи на приходит послушайте я такого еще даже не могла себя представить нас была первая встреча мы просидели там полтора часа полтора часа он давно смеялся издевался я я я просто в шоке как это может быть баху решила что ответила муравьев ей что он и ответил он ответил послушай если в принципе с таким человеком естественно не надо продолжать не о чем даже речь идет это недостойный человек но так как у нас написано то мы должны прояснить эту ситуацию я тебе очень предлагаю пойти и снова встречи с ним несмотря на все но только первая твоя фраза которая должна быть это вот послушай я вышла от нашей первой встречи с таким чувством что вот постоянной критики постоянного какой-то насмешки над собой ты можешь это как-то как как-то объяснить так вот во первых эти это это пара они уже имеют много детей они живут вместе они не так вот что оказалось все что она полагала что это критика это всего лишь было значительно чуть-чуть разная культура кодов языковых как понимать это слово так это 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 обыгрывается в такой ситуации другой ситуации у них действительно фон социально был чуть-чуть другой чуть разные по этому да даже даже понятие юмора у них было чуть-чуть разное она многие вещи которые она посчитала что он смеется никакого даже близкого намерения не было и они на этой второй встречи разрулили все эти ситуации она подняла каждый раз а это что ты имел ввиду а этого закончилось это дружным смехом когда вдруг выяснилось что вообще даже приблизительно он был бы на пум был потрясен тем что вон еще даже подозревали в таких вещах то такой степени теперь а сколько раз в нашей жизни бывает что мы обижаемся на людей близких при этом никакого намерения нас оскорбить никто не имеет никакого многие вещи которыми просто из нашей какой-то болезненности нашей проблематичности мы их комментируем нашей душе понимаем их очень неправильно я тут нам смеются то нам сказали тут это совершенно излишняя чувствительность которая который пришел муж и по-мужски гаркнула жена тоже обидела все на на арута мне ну ты же знаешь из какой семьи он пришел знаешь из какой подворотни он сказать вышел почему ты так реагируешь ты же он изначально человек потому что мужской грубой природой кроме этого он среди мужиков там 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 все орут кричат не знаю что это там по-мужски говорят не успел сориентироваться сказал что-то грубо почему-то снова сказать выпало как говорят в осадок на несколько часов обиженное все и начну уже умирай наоборот уже самая ситуация тоже женской натуры иногда вверх вниз она там сказать на пустом месте разрыдалась а потом накричала потом еще что-то сказала потом что-то поцарапала что ты так реагируешь ты же понимаешь что такая женская натура ты же понимаешь снова из какой семей она пришла то это никаких намерений не это все высокомерие это все гордость которая не позволяет нам адекватно воспринять вообще что происходит вокруг нас так вот мы говорим сейчас о первом шаге вообще который в такой ситуации есть первый шаг это когда нас кто-то обижай который нам кажется что это обида оскорбляет говорить за нашей спиной злословит о нас у нас есть обязанность обратиться к нему это объясняет нам почему вообще такая ситуация она разбирается почему вообще есть разговор как правило когда мы знаем что кто-то злословит кто-то говорит против нас то мы с огромным удовольствием значит это это нашего обиду в свое сердце и сами по себе вообще сказать то все на него буду злой на него слова ему не скажу то всего пусть он получит наказание то не знаки это мысли у нас идут вовсе не надо что сделать надо сказать что вы имели ввиду почему к или снять эту обиду вообще сердце пожалуйста снимите и тогда не наговорить но если она есть а значит обязаны к нему подойти и тогда что это что называется шаг номер один и только тогда и второй шаг второй этап на этом этапе уже на говорит послушай да во первых надо выслушать действительно что со намерением может быть намерения а если оказалось то да есть и оказал действительно человек есть есть люди не очень хорошие в мире тоже они есть есть которые могут оклеветать с которым уговорят плохое только в режиму шему плохо только потому что он просто просто ему нехорошо от того что другим хорошо сказал что-то плохое обозвал накричал там сделала легче почувствовал на какую-то секунду себя человека несчастные люди и вот такому человеку что что тогда ему тогда ему говорит послушай что ты делаешь ты думаешь что ты делаешь мне плохо на самом деле ты ничего мне плохого не делаешь может быть тебе кажется что ты мне делать это когда наклеветал на меня говоришь но ты знает и сейчас потеряешь даже те заслуги которые у тебя были а грехи мои припишут тебе а твои заслуги припишут мне я готов тебе даже послать подарок за это может еще чуть-чуть наклеветать на меня для того чтобы дойти до этого уровня осознания ситуации не так себя вести надо иметь качество смирения надо быть человеком смирен не так просто это не так просто тут мы это речь идет у нас о третьем признаке то есть мы разобрали свое в этом третьем как себя ведут ситуации когда нас обижают когда нас хвалят когда нас хвалят один раз бывает оправдан когда не оправдан нас не хвалят нас порицает нас даже оскорбляет иногда оправданно не оправданно четыре ситуации в этих четырех ситуациях надо знать как себя ведет человек истинно скромный человек смиренный мы это с вами разобрали как четвертый признак как третий признак теперь давайте перейдем четвертому признаку бывает что бог вдруг дарует человека какой-либо великое благо особую мудрость или выдают разумение или богатство великое или почтенное положение при царском дворе или что-либо подобное чем люди обычно гордятся и хвалятся тогда если он остается в прежней своей приниженности лишь умножая свою скромность и смирение перед богом уважительное отношение к людям доброту к ним то становится ясно что в действительности у человека на сердце его и таким образом что действительно на сердце его и таким образом подтверждается и достоверяется его смирение так было с авраамом когда творец привносил его что сказал авраам скрою что сказал все сказал и творец что сказал бог авраам сказал скрою ли я от авраама то что я намереваю сделать стрелять и сам бог говорит что я не могу скрыть от человека то что я собираюсь делать то этот человек у него должно было быть я знаю так сказать давление подняться на знаю на 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 250 не знаю насколько от гордости нужно распирать его просто взорваться сам бог говорит а какая реакция какое-то самая фраза которую мы с нами повторяем а она хи афар в эфир а я прах и пепел и точно так же с машей ароном когда кто было выше чем они какого величия они достигли непосредственный контакт с самим творцом они себе говорили в она она ма это а даже не было слово да а мы кто мы да то есть вообще даже даже не могли назвать себя кто мы нахну ма словом а что об кто мы это все что единственное определение которое мы дали себе царь давид мир ему сказал я червь а не человек я червя не человек то же самое царь соломон сказал и если дух и властелина мира взойдет на тебя имеется ввиду вот если то есть если ты достигнешь величия то не оставляй свое место то есть заповеди добрых дел так он сказал в книге к или то есть что мы находим есть признак ясный очевидно где столько времени сколько человек тихо спокойно себе живет ходит на работа возвращается с работы даже какую-то там добавку получил или какой-то даже и должность имеет представьте же человек называется преуспел какое-то испытание а есть люди преуспевают их мало но они кто-то запрыгнул раз и стал предположим членом кнессы там представлять или там министра кто-то разбогател кто-то добился от сделал открытие какой-то кто-то пробежал чем быстрее чем другие достал стал 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 чемпионом побил кого-то наса всякие разные возможности и возвеличить свое я что происходит с таким человеком как только приходит какое-то достижение по гордость распирает его грудь да то есть происходит надо расширение она расширяет он становится чувствует себя как будто он значит на весь мир огромное испытание огромное огромное испытание его тогда он и говорит о том что смотрите именно именно для тех людей которым даруется какое-то великое благо вот они их не поведение их не реакция как они себя ведут это лучший признак того если смирение в их сердце дали не если мы видим этих людей которые сказать с распущенным эго вы видно даже по как они ходят вы видели как они те люди которые куда-то запрыгнули да как они ходят как они важны как они движение их него тела да язык тела говорит вместо них их не гордость она просто выпирает из всех мест их него тела в отличие от этого если люди которые 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 достигли величия и остались очень простыми людьми вот надо вспомнить имя раба зэва вольфсона вот раввин для того чтобы дать ему должную почесть например и деятельности организации толдоты шаруна она поддерживается в большей степени фондом и за его вольфсона захотели ураха и хронули урах так вот и кто знал его его знали многие он был открыт всем несмотря на то что он был мультимиллионером и дизна не знают сказать может быть миллиардером был очень богатым человеком он давал огромное количество средств невероятно повиня больше чем кто-либо другой на вот поддержку еврейской жизни на развитие еврейской жизни и он остался очень скромным человек дом простой и у него детей был простой один раз был в америке сказали мы идем в дом к сыну вольфсона который стал его как бы правой рукой мы решили обыкновенный американский дом ничего особенного не жил же приезжал сюда ехал обыкновенной машине останавливаться быть на гостиницах не никакой никакой ничего особого и и поведение в его в поведении в простоте его поведения ничего не было особенного клюм ничего тоже сказывают что когда однажды одна из фирм которые занимаются инвестициями хотела так сказать чтобы он вложил в них или на обратная связь была и была встреча с с человеком который находится на вершине пирамины это огромная инновационной компании то спросил первый вопрос он его спросил директор спросил довольственно спросил как ты сделал миллионы да то есть миллион миллиончиков как-то у них есть искать и интерес особый как делаются деньги на что он ответил о том что я не знаю это все от бога и вот ну как я то понимаю все от бога конечно же только скажи каким образом от бога у тебя это получилось более конкретно так он ответил то что он говорит я я действительно не знаю более того если бы я бы знал бы то есть если я бы вмешивался вы скорее всего бы я заработал гораздо меньше это был его ответ эту историю рассказал его сын его когда было его слушаем это было говорили речи на тридцатый день это было собрание он это сама это рассказал эту историю есть такой да то есть это есть такой а человек смиренный как он это понимает он понимает о том что а я такой умный я такой умный а кто мне дал этот ум на тест огромное испытание людей талантливых они преуспевают им легко учиться им с легкостью дается закончить университет сделали третью степень там докторскую то это идет идет чувствовать на из такая гордость это я что это я вы же видите вот ваш брат сестра а вот видите вы учились с людьми они менее талантливы почему не менее талантливы кто кто дает талант ведь это не твое ты родился такой не твоя заслуга что ты вот работал этим стал талантливы не мы рождаемся с этим то есть это подарок чем из гордиться чем из гордиться деньги ну да сказать всего лишь это прошло через тебя это как ты кассир да теперь в банке ты сидишь на на кассе далее где-то и через себя миллионы проходит вот и ну хорошо прошло через меня над этого ты что стал богатым это понимание человека смиренного так он должен чувствовать все это деньги подарок и талант подарок и удача в подарок и все 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 это это тебе дают и наоборот если тебя возвеличили это только еще больше испытания надо бояться этого человек воистину скромный смиренный когда он увидит что он преуспевает ему идет удача то это он он пугается почему потому что если у меня так хорошо прошло в этом мире значит меня это заберется в том мире а это не хочу терять тут мир временный пришел и ушел а там он постоянный вечный я хочу туда приобрести чтобы меня оттуда не забрали не так мы видим всех наших мальцов у наших праотцов абрама вину машей и арон точно так же царь давид царь давид был убил все возможности для гордости которые есть до него не было от царства не по царства настоящего да даже шоу ламелях это было как бы только первое начало да но он считается первым царем который установил порядок в царствовании своей и и внутри все успокоил да и и границы укрепил из боялись много войн он 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 вел а он о себе что говорил то есть он был на вершине величие которое может быть о себе я червь я не человек знаете сколько есть толкование этим словам я червь они человек почему со своим словами с червью они чем-то другие то же самое царь соломон нет большего расцвета в еврейской жизни вообще еврейской и как бы и государственной жизни можно так сказать пик который был это был времена царя соломона несколько десятков лет был полный мир кто не воевал израиль был в каком-то смысле центр мира интеллектуальный центр то есть мудрость царя соломона росла по всему миру все хотели только прийти и услышать эту мудрость и вообще как бы был мир в то его в его в его времена не 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 воевали это был просто расцвет невероятный израильского государства казалось бы было чем бы гордиться верно хочу он говорит о чем он пишет зато во все это глупости о чем вы говорите если вы достигаете чего-то основное что это не оставляет своего места то есть своих заповедей добрых дел это что он пишет в книге коэли так это с вами разобрали четвертый признак то есть снова четвертый признак когда мы видим что человек он поднимается и он преуспевает достигает чего-либо как он себя ведет продолжает жить скромной жизнью или такой какой он стиль он тут же возвышается ищет чего-то выше чего-то более высокого ты явны признак того что есть смирение в его и душе или наоборот если высокомерие его душе и последний пятый признак если человек упрекает и порицает самого себя за грех взыскивает себя принимая добровольное наказание несмотря на то что суд торы не может судить его за это грех о это подтверждает смирение человека перед богом истинную скромность его как сказано мы предавали бога нашего и брали жены иноплеменных из народов мира книги эзра описывается этом когда они вернулись из вавилона не пришли с нееврейскими женами и далее сказано и обязались изгнать своих жен то есть взятых из других народов поведение человека в этих и подобных им ситуациях является признаком его смирения перед богом привносенными при нижности его в этом проявляется верность сердца его названным качеством о чем тут речь идет если человек упрекает и порицает самого себя за грех взыскивая себя принимая добровольное наказание смотря на то что с утра не может судить его за этот грех то есть есть ситуации даже когда у нас забыл санедрин то есть суд еврейский был когда невозможно судить нет свидетелей или суд вообще не может судить за этот грех то есть человеческий суд не может есть некие деяния которые они даны только небесам что мучила сказать а все тихо спокойно да но тут меня не наказали но сказать и как-то проскочил проскочил что значит проскочил видно наказание то ему положено если он человек высокомерный то он с этим ощущением проскочил но все 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 нормально бог простит бог простит он будет с этим жить все нормально все спокойно а если он человек смиренный то он начнет себя упрекать и порицать самого себя ему стыдно перед самим собой ему не надо никому ему не нужно сюда слушать нужно сюда ему перед самим собой нехорошо стыдно перед самим собой за что это сделал начинает корить себя начать порицать себя взыскивать себя есть вещи которые 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 мы проходим мимо не замечаем человек съел скажем что-то некошерное не с намерением не про это речь и не идет если он ска там не сдержался знает что он сделал ошибки но не посмотрел что-то не знайте сказать о не досмотрел он не видел о и забыл о это ой то есть после того как уже съел вдруг так сказать обратил на это внимание но не никакое наказание не получит речь не идет о том что есть беден который будет его наказывать или куда придет сейчас прям наказание который ничего не произойдет можно объем кипур даже это сказать сосиску съесть ничего не произойдет как человек будет на это естественно что высоко мера в сердце его спокойно ну бы ну ну слушай а я же не специально я же не не я забыл это найдет себя оправдание человек смиренный поэтому качество смирения на то которое позволяет увидеть себя со стороны увидеть ситуацию увидеть его правильно оценить все в общем понять глубину прегрешения соответственно с этими раскается соответственно этому прочувствовать это упрекать себя и порицать себя ведь 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 по большому счету как он должен рассуждать ведь вот есть скажем я да есть я никто еще вроде добровольно этот яд не хочет отведать даже если скажет человеку вот смотри видишь есть 100 кусков отличного отличных пирожен но только царит одна проблема тут у нас была проблема одно из этих пироженых там она ядовитое человек будет есть можно сказать на 1 из 100 такие вкусные пирожные жалко попробую а вероятность 1 из 100 маленькая для осет на что могу взять пирожное спокойно съесть он будет есть по-видимому нормального одного человека не найдется который бы этого сделал почему потому что жить хочется яд это яд действительно один из тоную может быть я вытащу как вот арене билет как раз именно тот счастливый один из то есть не будет будет когда человек знает что тут есть я он он заранее оберегается он заранее он пишет вы видите на всех вещах всяких разных этих жидкостей всякой прочее которые содержат яд там и не пишут и маленькими буквами осторожно ядовитое или знают сказать тут яд или смертельно а рисуют большие кости с черепом верно и пишут большими буквами осторожно яд если бы так должен рассуждать человек смиренный если бы у меня бы понимание что есть нарушение она было бы как яд я бы никогда бы случайного этого не сделала я у меня бы не было бы я бы ходил бы с этим качество осторожности о том что съесть что-то не кошерное это как я действительно это должно в нашем понимании так должно быть если мы выходили с этим ощущением то когда человек находится вот в таком на готовности о том что это может произойти у него это никогда не произойдет потому что он заранее себя оберегает я должен упрекать и порицать самого себя все меня все меня все меня вообще умение себя как упрекать и порицать и взыскивать себя она многое может что нам дать просто чистая техника люди люди которые пытались и на собой работать знает прекрасно что что на всеми взять чистый такой шаг как если вы что-то взяли на себя и вы не исполнили это или нарушили это платите штраф не надо большой шекель вы увидите что даже шекель ну шекель это шекель смотри еще раз еще даже тоже много шекелей оказывается это очень действенное средство когда человек наказывает себя но может должен победить может даже победить плохие привычки которые казалось бы крайне сложно искоренить из своей души может даже добиться этому для это снова что нужно смирение нужно быть смиренным смирение это ключ ко всему смирение это открывает нам дорогу вообще в какой-то в ясный мир где в первую очередь видится четко свое я не все кто делает плохо вокруг возможно что это я источник этого зла видеть себя в первую очередь она позволяет а кто так живет у него жить совершенно другая и снова поведение человека в этих и подобных им ситуациях является признаком его смирения перед богом в этом проявляется верность сердце его названным качеством мы с вами разобрали пять признаков смирения и то кто запомнил это получаете ясный меру к пониманию кто есть человек смиренный может понять я себе действительно добился нам качество смирения зависимо того как он себя ведет у всех этих ситуациях которые тут описаны есть пять признаков которые мы с вами перечислить пока всего доброго на этом завершаем